Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Народные инициативы, белорусский аналог и передвижной музей. Поезд победы снова будет курсировать по территории Белоруссии и России, чему посвятят новую экспозицию. Истина в цифрах. В горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития за год. Зарплата возросла до 1283 рублей, в том числе за декабрь 1476 рублей. Как сработал промышленный сектор. Приплыли. В Бобруйске объявлено штормовое гидрологическое предупреждение. Такой воды уже не было лет 10. Какие прогнозы? На 10% дешевле. В стране продлили действия социальной скидки. Каждый день прихожу в магазины, покупаю когда молочку и все. Пользуюсь социальной картой. Кто может рассчитывать на дисконт? Больше никакой счет справки. Вступили в силу новые правила купли-продажи поддержанных авто. Теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса. Что еще нужно учесть? Секретные документы, массовые сокращения и икона стиля. Платье принцессы Дианы выставлено на торги аукциона, почем бархатный наряд. Защита законных прав и интересов людей. Президент провел совещание по общественно-политической обстановке в стране. Ключевой темой для обсуждения стал вопрос, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства. Ведь есть люди, которые раскаялись и переосмыслили свои поступки во время событий 2020-го. Те, кто раньше уехали за границу, хотят вернуться на родину. Александр Лукашенко считает, что нужен индивидуальный подход, а не полное движение обществом так называемых беглых. Каждый, кто встал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно приступил к черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб, продолжая деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Законы мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали, кушать то хочется, ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет. В итоге принято принципиальное решение. Раскаивавшиеся смогут вернуться на родину. Будет создана комиссия, ее возглавит геймпрокурор. Конечно, подобная позиция белорусских властей и общества может подвергнуться противодействию со стороны иностранных кураторов. Ведь для них неведение и наивность этих людей – способ навредить Беларуси, а сами люди – разменная монета. Народная веча, стимулирующая выплаты и первое образование. Студенты могут рассчитывать на льготный кредит. На каких условиях? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси вводится новый институт власти. Закон ОВНС принят во втором чтении. До этого документ прошел общественное обсуждение. Народная веча наделяется широким кругом полномочий. Среди них – право утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасности, объявлять импичмент и многое другое. Делегаты будут избираться от различных групп населения и собираться не менее одного раза в год при необходимости чаще. Минтруда анонсирует рост зарплат бюджетников в этом году на 16%. Прибавка составит порядка 200 рублей. Речь про образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальное обслуживание. На эти сферы предусмотрено 15 миллиардов 600 миллионов. С января, напомним, увеличилась базовая ставка. Вслед за ней начали расти стимулирующие и компенсирующие выплаты. Производители белорусской мебели готовы заменить ушедшие с российского рынка западные бренды. Задача номер один – удовлетворить спросы без потери качества, как через индивидуальные заказы и массовое производство, так и с предоставлением отсрочек платежа, фирменную сеть, интернет-торговлю. В регионах РФ заинтересованы также в покупке бумаги и картона. Студенты могут рассчитывать на льготные кредиты, на получение первого высшего образования. Речь про дневное отделение государственных вузов. Но есть условия – среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не должен превышать 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума. Что касается грантов, они будут доступны только для иностранцев. Поезд Победы снова будет курсировать по территории союзного государства. Количество остановок ежегодно растет. Музей на колесах уже посетили свыше 65 тысяч белорусов. Концепция выставки – переход между вагонами, как перемещение от предвоенных лет до окончания Великой Отечественной. До этого в составе было 9 экспозиций. Сейчас готовят десятую – про трибуналы над военными преступниками. Выход на качественно новый уровень. В Баврюском горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития города за год. А гордиться действительно есть чем. На треть выросло промышленное производство. На 14% увеличилась зарплата. Положительное сальдо внешней торговли – 162 миллиона долларов. Максимальный показатель за последние 9 лет. Прибыль от реализации возросла в 2,6 раза. Рентабельность продаж достигла исторического максимума. Заработная плата, экспорт услуг, новое жилье, доходы и расходы – основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за год. А он был хоть и непростым, но, несомненно, удачным для Бобруйска. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Рост объемов производства – более 30%. В городе обеспечено поступательное развитие отраслей экономики. Выполнены два из трех ключевых показателей. Зарплата возросла до 1283 рублей, в том числе за декабрь – 1476 рублей. Совокупное поступление доходов увеличено почти на 15%. Промышленность Бобруйска обеспечила 24% объемов Могилевской области. Годом ранее – 21%. Продукции произведено на 2,8 миллиарда рублей. В числе лидеров – ТАИМ, Бобруйск-Сельмаш, завод растительных масел, Бобруйск-Трикотаж и типография имени Непогодина. Хорошо сработали также ТДИА, Белшина, Бобруйск-Агромаш, Красный пищевик, Славянка и Пинск-Древ-Бобруйск. Почти в два раза уменьшилось количество убыточных организаций. На 90% сократились складские запасы. По удельному весу экспортной продукции в объеме произведенной наш город традиционно занимает одно из ведущих мест. Свыше 50% продукции идет на экспорт. И по итогам января-ноября могу отметить, что сохранился тот рост экспорта, который был еще и в 2021 году. А по итогам 2021 года темп составлял 127%. В 2022-м динамика сохранилась. Плюс город прирос по экспорту на 14%. Положительное сальдо внешней торговли – 162 миллиона долларов. Это максимальный показатель за последние 9 лет. Качество Бобруйской продукции оценили в 56 странах мира. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. Туда поставляется 80% товаров. На втором месте – Казахстан. Тройку замыкает Израиль. Финансовые результаты работы реального сектора экономики в этом году также сохранили положительную динамику. Это, конечно, и выручка от реализации продукции, и прибыль от реализации возросла в 2,6 раза. И рентабельность продаж, мне кажется, достигла исторического максимума 8,3% при 4% годом ранее. Абсолютное большинство предприятий сумели оперативно перестроить свою работу в условиях санкционного давления. Более того, наладили выпуск 26 импортозамещающих товаров. Каждая третья организация города выпустила инновационную продукцию. В общем объеме ее удельный вес – 15,5%. Для сравнения, по области показатель – 13,3%. Достигнутые темпы роста в промышленности, стабилизация финансовых показателей в реальном секторе позволили обеспечить выполнение социальных обязательств, реализацию запланированных программ, уверенно прогнозировать дальнейшее социально-экономическое развитие. В прошлом году в городе построили почти 67,5 тысяч квадратных метров жилья. Это на 40% больше, чем в 21-м. Отремонтировано 260 тысяч квадратов дорог. Апгрейд коснулся Минской, Ульяновской, Железнодорожной, Орджоникидзе, Горелико, Социалистической, Интернациональной, Горького, 50-лет Волксм, Сикорского и Батова. Плюс возобновилась масштабная реконструкция Титовского моста. Проект оценен в 89 миллионов рублей. Бюджеты всех уровней уплачено 357,2 миллиона рублей налогов и налоговых платежей, от которых в республиканский бюджет зачислено 29,8, в областной 25,4 и в городской 44,8%. Обозначен бюджет Бобруйска и на будущий год. Он по-прежнему сохранит социальную направленность. На финансирование сферы образования и здравоохранения будет затрачено более 80%. В два раза планируют увеличить расходы на капитальный ремонт жилищного фонда. Оливийную часть средств инвестируют в развитие инфраструктуры, строительство улиц, путепроводов и мостов, возведение многофункциональных торговых центров. Все для того, чтобы сделать город еще комфортней для жизни. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Надежная защита от инфекции. В стране изменили тактику вакцинации против COVID-19. Теперь бустерная прививка разрешена детям и подросткам с 5 до 17. Проводится процедура каждые полгода. Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа. Интервал в две недели следует соблюдать, если это прописано в инструкции лекарства. Причем не играет роли, какой тип препарата применялся при предыдущей вакцинации. Если у вас после основного курса вакцинации прошло полгода и более, вы можете обратиться в свою территориальную поликлинику для получения бустерной вакцинации. Основным курсом у нас привито более 70% нашего населения города. Тем временем Минздрав намерен зарегистрировать белорусскую вакцину против COVID-19 к концу года. Прототип препарата в виде раствора уже опробирован на экспериментальных животных. Результаты показали. Лекарство безопасно и эффективно. Сейчас ведется наработка опытно-промышленных партий, когда лабораторная технология переносится на производство. После пройдут доклинические исследования. Аномально теплый январь принес зимний поводок. Потопление в это время года гидрологи не фиксировали десятилетия. Больше всего поплыл север и восток страны. Затоплены участки дорог, дома и подворья. Рост уровня воды интенсивный. На большинстве рек она находится на пойме. Однако для паники причин пока нет. Экстренные службы в полной готовности. Во всех нюансах разбиралась Татьяна Горбыч. Березина разлилась так, что подтопила дома на береговой. Подъем уровня воды 2-5 сантиметра в сутки. Паводки тут не редкость, но чтобы зимой, такого местные жители не помнят. Михаил и Марина Казаченок переживают за свой огород. Не пропадут ли кусты смородины и малины. Да и летняя кухня вот-вот поплывет. Река уже подступает к порогу. Такой воды уже не было лет 10. Особенно в январе. Обычно нас в марте топило. Дрова поплыли немножко, прицеп притопило. Не успели. Отвыкли мы от воды, поэтому не успели убрать. Причина зимнего паводка – резкое потепление в начале января. В первый день нового года отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы по республике – 9-16 градусов. Да и впоследствии. То примораживало, то отпускало. Свою лепту внесли и обильные осадки. Местами вскрылись СОЖ, Припять, отдельные притоки Западной Двины и Днепра. Лед начал таять и на Березине. Сотрудники Бобруйского гидропоста снимают показания уровня воды два раза в день. На данный момент уровень в речке 262 сантиметра выше нуля. Это очень необычно на это время. Обычно бывает в конце марта, в апреле такие паводки. Температура воды 0,2 градуса. Было неделю назад 0,3, когда потепление было. Сейчас упало. Лед разрушается. Уровень воды на Березине в районе Бобруйска близок к опасно-высоким отметкам, при которых река выходит на пойму, затапливается прибрежная территория. Объявлено штормовое гидрологическое предупреждение. Метеорологи отмечают, зимние паводки случаются с определенной периодичностью – раз в десятилетие. Подтопленные места несут опасность. Освод не рекомендует передвигаться по льду в подтопленных местах. Также не рекомендуется выезжать на автотранспорте на лед. Если все-таки возникла необходимость остро передвигаться по льду, при себе обязательно нужно иметь спасательные средства. Это спасательный жилет и линь-веревка длиной 15-20 метров. Для паники причин пока нет. Для сравнения, максимальный подъем реки наблюдался 4 апреля 2010-го и составил 364 сантиметра. Вот тогда некоторые районы города подтопило основательно. Особенно последствия паводка ощутились жители Береговой и поселка 2-го Мая. Сейчас уровень воды на метр ниже. Чтобы быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды и иметь под рукой информацию, как действовать в любой нештатной ситуации, можно скачать мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Здесь есть карта, на которой указаны места подтопления. А вот в Гомельской области зимний паводок стал настоящим бедствием. Ежедневно вода в Соже поднимается на 7-10 сантиметров. Сейчас на отметке 460. До опасного уровня в 500 остается совсем немного. Припять тоже подобралась к критическим показателям. От затопления прибрежных территорий Мозырь отделяет всего 8 сантиметров. А это кадры из Бреста. Стихия затопила частный сектор. Микрорайон Гершоны с высоты птичьего полета больше напоминает Венецию. Когда паводки сойдут, сказать сложно. Усугубить ситуацию могут сильные дожди. Однако метеорологи дают оптимистичный прогноз. Ночные заморозки уже значительно замедлили рост уровня воды. Дальнейшее снижение температуры в ближайшие дни должно стабилизировать обстановку. Остается лишь надеяться, что природа, показывая свой нрав, будет снисходительна. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Как оформить сделку правильно? В Беларуси вступили в силу новые правила купли-продажи БО автомобилей. Изменения направлены на защиту белорусов от недобросовестных продавцов. Упразднены счета справки. Раньше эту схему использовали, чтобы отдать машину побыстрее, без переоформления на собственника. Договор заключается в письменной форме. Необходим и акт передачи транспортного средства, которое на момент продажи должно быть снято с учета. Договоры, заключаемые между физическими лицами, как и раньше подлежат в регистрации подразделениях госавтоинспекции. Однако теперь их также можно зарегистрировать и у нотариуса. В самих договорах купли-продажи должны быть указаны сведения об отсутствии ограничений и запретов. Расчеты наличными разрешены только между физлицами. Сделки, где хотя бы одна из сторон ИП или юрлицо, теперь в ГАИ не регистрируются. Копеечка к копеечке. В Беларуси продлили действия социальной скидки в 10%. Сэкономить можно в магазинах 14 крупных ритейлеров. Среди них Евроопт, Санта, Грин, Алми, Простор и Доброну. Дискон доступен для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных, а также те, кто получает ежемесячные пособия. Как стать участником программы узнала Карина Гуревич. Не секрет, в последнее время цены растут во всем мире. Страны по-разному на это реагируют. В Беларуси действует социальная скидка в 10%. Популярность программа набирает с каждым днем. Только в прошлом году магазины выдали более полутора миллиона карт. В 2023-м акцию продлили. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное пособие. Это практически треть белорусов. Каждый день прихожу в магазин, покупаю молочку, пользуюсь социальной картой. Все на 10%. То есть, если много покупаешь, то где-то рубль получается, рубль 30. Идет скидка. Удобно. Хорошая экономика. Для нас, пенсионеров, каждый день даже 80 копеек, если там, ну, не всегда же покупаешь там все это, ну, что необходимо. Но каждый день практически молоко, хлеб, батон. Рассчитывать на поддержку государства можно в магазинах 14 торговых сетей. От участия в программе, понимая важность социальных вопросов, не отказался ни один крупный ритейл. Среди участников Евроопт, Санта Грин, Алми, Простор и Доброном. Скидка распространяется на 29 позиций. Речь о продуктах, которые белорусы покупают каждый день. Яйца, мука, масло, твердый сыр, сахар, мясо на кости. Чтобы стать участником социальной программы, нужно предоставить документ, подтвердающий льготу, и на месте заполнить анкету. В некоторых магазинах акция встраивается в уже существующую скидочную карту. Оформление занимает буквально пару минут. В каждой организации свои тонкости предоставления скидок. В большинстве магазинов они не суммируются с другими акциями. Плюс в некоторых торговых сетях придется заплатить за саму пластиковую карту. Сотрудники готовы проконсультировать покупателей по всем вопросам и помочь с оформлением. Карту можно передавать родственникам, социальным работникам. Но при расчете покупатель или соцработник должен предоставить документ, подтверждающий родство либо социальное удостоверение. При расчете также покупатели должны предоставлять оригинал документа, подтверждающий право на скидку. В день общая сумма скидочного чека в одной сети не должна превышать 339 рублей 83 копейки. Это размер прожиточного минимума. Такое масштабное соглашение между государством и бизнесом в нашей стране реализуется впервые. За прошедший год социальная программа успешно себя показала. Белорусы уже сэкономили не меньше 21,5 миллиона рублей. Есть все шансы, что 10-процентная скидка закрепится в магазинах на долгие годы и даже может вырасти. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Длительный обыск, холодная волна и рабочие места. Google увольняет 12 тысяч сотрудников, кто попадет под сокращение. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. ФБР обнаружила новые документы с грифом «Секретно» в частном доме президента США. Обыск продолжался почти 13 часов. Он проходил без санкции суда. Джо Байден сам разрешил провести проверку после скандала вокруг обнаружения в его кабинете конфиденциальных материалов, относящихся ко времени работы на посту вице-президента при Бараке, Обаме и в Сенате. Интерес к порядку сдачи документации активизировался после дела Дональда Трампа, который хранил в своем поместье тысячи правительственных бумаг. Материнская компания Google Alphabet увольняет 12 тысяч сотрудников. Это 6% персонала. Работникам уже отправлены электронные письма с уведомлением. Фирма стала последним технологическим гигантом среди тех, кто уже урезал численность кадров вслед за быстрым ростом и набором в период пандемии COVID-19. Сокращения были объявлены через несколько дней после того, как конкурент Microsoft заявил, что выставит на улицу 10 тысяч человек, то есть почти 5% своего штата. Старый свет накрыла волна зимнего холода. Власти пытаются помочь европейцам пережить неприятный период. В Лиссабоне действуют специальные центры, где бездомные могут согреться. Мощный шторм, ливни, град и наводнения обрушились на Грецию. В суровых условиях оказались и страны Азии. Сильные морозы и метели не обошли стороной Южную Корею. Здесь выпало до 70 сантиметров снега. В северных и восточных районах Японии тоже белым-белом. Ледяное дыхание достигло и Аравийского полуострова. В горах Амана снегопады, что достаточно редко для этих мест. Поставки смартфонов резко обвалились во всем мире. В минувшем году спад превысил более 11%. Это рекордный показатель последних 10 лет. Эксперты связывают тенденцию с сокращением потребительского спроса, ускоряющимся ростом цен и неопределенностью в глобальной экономике. Однако пьедестал рынка остается неизменным – Samsung, Apple и Xiaomi. В то же время Coca-Cola готовит к премьере новый телефон. Гаджет будет красного цвета с фирменным логотипом компании. Технических данных о предстоящем устройстве пока нет. Вечернее платье, которое принадлежало принцессе Диане, выставлено на аукцион. Бархатный наряд баклажанового цвета с тремя золотыми пуговицами на спине от моделиера Виктора Эдельштейна. Оценивается в сумму от 80 до 110 тысяч евро. Королевская особа надевала его на официальные мероприятия и фотосессию. Среди других лотов торгов также майка баскетболиста Леброна Джеймса с финала турнира НБА 2013-го и приглашение на вечеринку Джона Кеннеди, на котором Мэрлин Монро спела с днем рождения мистер-президент. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембрин. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новые итоги. Новая неделя, новые итоги. Новая неделя, новые итоги.